я надеюсь вы порадуетесь вместе со мной потому что у меня началось строительство дома это будет очень длинное видео про начало строительства и начать я хотел бы с небольшого лирического отступления буквально на днях саня успокаивая меня после очередного платежа за строительство напомнил мне про одну маленькую вещь мы с ним дружим давно и он вспомнил момент когда я мечтал даже не в рамках какого-то времени мол вот было бы круто построить дом поэтому я хочу в первую очередь для себя сделать эту вставку саня тебе 33 а ты уже строишь дом пофиг сколько она будет стоить я думаю вы понимаете что из бюджетов мы жить чуть-чуть выбиваемся но по простым понятным причинам к сожалению в видео я про них не говорю потому что узнал про них немного позже но все достаточно просто фундамент это та вещь на которой экономить нельзя и первые просчеты мы получали по эскизным чертежам как только конструкторы доделали все пришлось немножечко потратиться на фундамент не жалко вроде бы как по всему остальному у нас все прямо хорошо мы до конца года должны сделать коробку но сейчас вы увидите все с самого начала потому что в этом видео будет участок в первозданном виде каким мы его купили а закончится это видео тем каким участок есть сегодня прямо вот на текущий момент но перед тем как перейдем непосредственно к процессу стройки вот вам небольшая зарисовочка этого же дома это точно наш дом но в майнкрафте это сделал оскар честно говоря я его не просил он просто пришел говорит смотри как получилось мне кажется вышло реально круто честно говоря даже удивился потому что некоторые вещи прямо в деталях переданы и удивительно как он по видео смог все это рассмотреть здесь есть и котельная и уже обустроенная кухня-студия терраса есть есть сауна правда еще не оборудованная есть лестница на второй этаж на втором этаже как видите есть санузел есть гардероб естественно самая крутая комната в доме детская ну кто бы сомневался есть наша санюточкой спальня ну а если мы спустимся вниз там есть вот здесь как-то оскар не постарался прямо какой-то подземелье кремля это все лирические отступления перейдем непосредственно к строительству и думаю начну я с самого главного познакомлю вас с человеком который будет отвечать за это строительство это владелец компании которая занимается моим домом и кстати да друзья я не буду связывать все сюжеты дальше вы должны понимать что это видео снималось на протяжении длительного периода времени но в каждой вставочке я рассказываю что к чему сейчас будет очень важная вставка я познакомлю вас с руководителем компании которая будет мне строить дом я это снимаю для того чтобы он был у меня на видео и потом случае чего вы знали кто виноват на самом деле я шучу я надеюсь что все будет классно потому что я выбирал компании наверное из 10 потому что было много предложений и это очень круто но больше всего и по духу и по готовым проектам мне подошла именно эта компания друзья это саша привет это как бы не удивительно потому что все кто трудятся у меня на участке они тоже саши ты специально подбирал ради тебя все это специально услуга компании если вас зовут как-то по-другому вот подберут естественно других рабочих прораба и все то есть там есть много вариантов кастомизация выше уровня компания у тебя называется керама house почему керама называется 450 керама house почему 450 интересно давай все рассказывай 40 потому что построили 45 коттеджей почему керама house потому что в какой-то момент поняли что нужно строить исключительно с керамики из керамблока почему из керамблока потому что по большому счету так как mercedes среди вообще строительного материала я здесь маленькую ремарочку сделаю дело в том что я не разбирался до момента строительства в материалах в принципе я понимал что хочу ну так называемый каменный дом то есть из жесткого материала не каркасный мы уже в прошлой серии ездили в каркасные дома смотреть не подошло скажем так хотя ничего против не имею просто себе не хочу я думал из газоблока строить и как бы искал приблизительно такие компании которые построят из газоблока но со мной связался саша кстати не я вас нашел за это большое спасибо круто что мы сошлись в итоге и почему мы кстати сошлись я вам расскажу еще сашей чуть чуть позже в этом видео саша мне написал говорит ты не против строить из керамоблока я как нормальный человек делаю что говорю щас узнаем нема базара пишу захару захар нормально строить из керамоблока и я дупля не отстрелили что такое керамоблок захар говорит ну типа если предложит нормальную цену потому что это дорого то конечно нормально то с чем я к тебе пришел в итоге говорю нормально Да, потому что раньше керамоблок поставлялся исключительно из-за границы, был импорт. Сейчас в Украине открылся классный завод, который с хорошим импортным оборудованием делает классный, качественный керамоблок. И он по цене уже может конкурировать с газоблоком. То есть, если, грубо говоря, взять условно газоблок метр кубический 1300 гривен, а керамоблок получается 1450, то есть 100 гривен на кубе. Условно говоря, на твоем доме это будет разница в 500-600 долларов. То есть, ну, ты получаешь классный дом полностью с керамики, ты получаешь его экологичный, с глины. То есть, по большому счету, здесь вопроса вообще к нему нет. Ты получаешь капитализацию здания, потому что, условно говоря, при одинаково равных условиях на одной улице будет стоять дом с газоблока и с керамоблока. Купят быстрее, условно говоря, и отдут предпочтение дому из керамоблока. Я хотел бы, чтобы сейчас вы посмотрели небольшую вставочку, как мы поехали на несколько объектов, которые строят 450 керамохаус. Мы там покажем немножечко, как выглядит керамоблок. Вы увидите, какие объекты из него строятся, где несущая конструкция эта и является, собственно, материалом, а не просто монолитная конструкция. И потом мы вернемся сюда. Еду в компанию Керамохаус. Хочу убедиться в том, что керамоблок – это хорошо. В конце прошлой серии я задал вопрос по поводу материалов. И, собственно, выбираю между керамоблоком и газоблоком. И вы знаете, я был уверен, что как минимум 50% будут именно топить жестко против керамоблока. Потому что, ну, как бы, что-то у меня было такое опасение. Ведь мне некоторые люди писали, Саня, не вздумай и так далее. Процентов 90, в общем, сказали, что если есть деньги, это лучший материал. И это, конечно, приятно. Более того, мне его предлагают за очень хорошие деньги. И если сейчас нам эта компания сможет развлечать все мифы, ну, лично мне, Захар тоже доволен керамоблоком, то будем, я думаю, приступать к строительству. Чувствуешь себя сильным? Делаем каркасник. В общем-то, друзья, вот это четырехэтажный квартирный дом, где несущая конструкция – это керамоблок. Керамоблок. Перекрытие плитами. И все это держится утверждено, узаконено и совершенно нормально на керамоблоке. Смотрите, и первые три этажа здесь из 38-го керамоблока, а последние из 25-го. Вот и у меня будет из 25-го. Единственное, что здесь вот этот 25-й керамоблок, он неусиленный, потому что здесь вообще нагрузки нет. Крыша, как видите, просто деревянная будет. А у меня ребра как раз-таки будут параллельно стене. Это значит, что даже обычные дюбеля можно вкручивать. То есть он усиленный. И у меня двухэтажная конструкция. И еще на один объект заехали. Уже частный дом, но с монолитными перекрытиями. Аккуратненько, конечно, построено и швы хорошие. Единственное, что это перегородки между комнатами. Я буду делать не из керамоблока, скорее всего, а из кирпича для лучшего микроклимата. Его чуть-чуть тяжелее штукатурить, но разница как бы там совсем небольшая. Я из керамоблока от Кератерм буду строить. А вот это чей? Это в Словакии его делают. Типа австрийская компания делает в Словакии. А, то есть это даже не украинский. Вот он как крошится. Сильнее даже, чем у нас. А вот это дом владельца компании Керамхаус, Саши, которые будут нам строить дом. Но этот из сип-панелей, потому что раньше они сип-панелями занимались. Я походил, в принципе, неплохо. Вот многие говорили про сип-панели. Но все-таки мне хочется камен. Я про это неоднократно говорил. Хотя выглядит прямо зачет. И это, кстати, все они строили. В общем-то, я думаю, что этот сюжет вам немножечко развенчал миф о том, что керамоблок не может быть несущей конструкции, что он крошится. Потому что, на самом деле, в комментариях к прошлому видео, очень многие говорили, что керамоблок это круто, если его правильно положить. Верно? Да. То есть, из керамоблока можно построить до пяти этажей. Если правильно рассчитать нагрузки, правильно принять блоки, толщина в блоках и тому подобное. А в чем его преимущество? Вообще достоинство? Преимущество, скажем так, в первую очередь, это материал, с которого он сделан. Это как бы глина. Это не альтернатива, которая вот как берем, допустим, возьмем, да, керамоблок, керамика, а-ля кирпич, допустим, газоблок и каркасники. То есть, это все альтернатива. Когда газоблок, допустим, стоимость его там на 40-50% дешевле, тогда эта альтернатива интересная рассматривать в стройку дома, да? Когда, допустим, сип-панели раньше, еще там года 3 назад, они были в 2 раза дешевле, чем керамоблок, тогда это тоже была интересная альтернатива. Даже они были в 2 раза дешевле, чем газоблок. Сейчас они плюс-минус все выровнялись, да? То, что я говорил, что стоимость за газоблок 1300, а за керамоблок 1450 за куб, то не имеет смысла вообще рассмотреть альтернативу то есть как бы ты покупаешь мерседес и не смотришь вообще там ни на какие там другие машины ну или джимни тоже ну как вариант да да как вариант экологичность он сделан из глины это тот же кирпич сделанный хорошо обожженный более надежный и если посмотрим на какие-то глиняные кувшины до которые там на раскопках берут то есть там под 500 лет по 800 тысячи лет следующее это тепло то есть если мы сравним с обычным кирпичом полнотелым либо пустотелым либо там 2 nf допустим это большой формат кирпича и у него есть воздушные камеры у него меньше швов соответственно это теплее все будет ну и наверное еще керамоблок это сроки то есть там вот начнем выкладывать керамоблок ты увидишь что зато не один этаж там за неделю уже будет готов без напряга вообще ребятки ссылочка на patreon в описании потому что с такими темпами я не успеваю зарабатывать деньги я конечно шучу но не шучу так если кто-то хочет поддержать канал милости просим что хочется сказать там уже все кипит ребята действительно делают все качественно и так как у меня здесь родители живут это такой себе технадзор у меня мама удивленно выходит и это между нами просто говорит что ребята даже не матерятся говорит запрещаем и это реально настолько удивительно потому что когда они строили себе дом да и вообще мне кажется стройка это такая тема куда ну должно быть страшно заходить что-то произойдет там на тебя или собака набросится или тебя обматерят ребята настолько культурные это приятно специально подбираем таких ребят и на самом деле тот там коттеджный комплекс где мы строили у себя в гореничах то есть они очень длительный период строили прямо возле меня попадались какие-то слова но лично как бы я конкретно эту бригаду там еще их там скажем две бригады конкретно выращивали так чтобы можно было не стыдиться показывать ее и на видео и давать хорошим заказчиком и почему мы остановились на этой компании было много предложений и я хочу выразить благодарность всем компаниям которые делали просчет которые со мной связывались но почему мы остановились здесь дело в том что нередко было так что мы встречаемся с какой-то компании и первый вопрос который они задают это что почему плоская крыша давайте сделаем с нормальной крышей и второе давайте не делать подвал ни один не второе вопрос мне собственно ребята не задали ну вернее про подвал саша спросил но он не сказал что давай не делать он сказал зачем тебе подвал я говорю мужская берлога все понятно вопросов нет мне понравился подход и когда я спросил в конце уже про ровную крышу почему вы не говорите не делать все что мне сказал саша говорит да как бы не знаю я сам живу с ровной крышей как бы аргументы здесь отпадают. Я знаю, что и Захар живет в двух домах с ровной крышей, и вот Саша, и я на этом твердо был, ну, как бы уверен, но в чем прикол? Если компания тебе изначально говорит, а может быть, не будем делать ровную крышу, то потом, когда они сделают, и она будет течь, к примеру, или что-то произойдет, что они скажут? Мы тебя предупреждали, да? А в случае с ребятами, которые вообще ничего не говорили по этому поводу, и у них есть несколько проектов уже, сколько у вас проектов с ровной крышей? Это на самом деле много, я думаю, всего за весь период до 50 проектов точно было. Вот, соответственно, вы точно знаете, что вы делаете, понимаешь? Это плюс большой, и когда компания не просто понимает, как это построить, а ей нравится твой проект, а тебе же нравится мой проект? Да. То я уверен, что все получится, но немножечко дальше мы вам расскажем еще один интересный момент, о котором я уже говорил. Так, сейчас я еду отдавать документы на согласование в архитектуру, чтобы начинать строительство. Сейчас вроде даже карантин, и они как-то работают в полсмены, но постараюсь пробиться. А еще сегодня должны начать делать демонтаж старого домика. Вот он, белый дом наш. Тогда расстояние от моей жизни 3 метра, 3 метра, и тут 3 метра значит. То есть надо подвинуть еще на... Да, ваша зона 3 метра, 3 метра. Ну я передам архитектору. Выходим. Так, значит, по новым каким-то правилам, как оказалось, которые месяц назад приняли дом, должен быть не на 2 метра, а на 3 отдален от линии забора. То есть со всех сторон. Дом придется еще на метр подвинуть нам. И дальше мне надо будет получить паспорт. Я документы отправлю на e-mail, который мне дали. Паспорт стоит 3500 гривен, то есть это где-то 120 долларов. К демонтаж идет, как видно. Ну, радует, что движение началось, что демонтаж делается. Причем нашли вроде как нормально по цене демонтаж за 12 тысяч гривен с вывозом. Это очень дешево, потому что все остальные предлагали от 20. И за 2 дня я думаю, что полностью разберут весь участок, все домики, которые там есть. Будем начинать скоро строить. Все тут? Всем привет! Привет! Мы едем сейчас. Куда? На участок мыш. Да, мы хотим посмотреть, что там сделали за 2 дня, потому что последний раз, когда мы там были, там был сарайчик, там был домик, там был даже какой-то туалет, деревья и много всего, что нужно расчистить для постройки дома, для фундамента. Поэтому мы посмотрим, что там. Осень, что ты везешь? Творог кошки-мышки. Творог кошки-мышки. Надеюсь, что кошка-мышка будет. Но она всегда приходит. Посмотрите, какой грязный джимник. И все все равно смотрят и любуются. Мы тебе творожок принесли. Но только тебе нужно сюда как-то залезть к нам. Залезешь, получишь. Ну что? Мы сейчас будем с Остиной взлезли, паркурить. Паркурить, только аккуратно. Тут совсем все изменилось. Срублен орех. Он на самом деле старый. И на этом месте будет дом. Поэтому мы никак не могли сохранить его. Кира, привет! Что тут происходило? Для детей здесь просто джунгли какие-то, да? Тут, оказывается, погреб был. Вот место этого домика. Мышка, ты же всегда спускалась. Ну подумаешь, нет домика. Давай. Тебе лет 10, но ты сможешь. Пока что оставили большую сирень. Потому что якобы она пока не мешает. Если будет сильно мешать в стройке дома, придется ее тоже сносить. Но вообще она очень большая и красивая. Мы потом посадим красивые деревья, красивые растения. И будет еще лучше, чем сейчас. Мы покормили мышку, но мы забыли это заснять. И сейчас мы едем домой. Демонтаж прошел успешно. Как видите, ничего нет. Тут был домик. Тут сарайчики были. Теперь это наш участок пустой. Деревья поваленные. Тут уже будет дом. Еще один момент хороший произошел. Нам человек, который живет в Зерковом, там где студия, и который вроде как даже на канал подписан, перенес все провода. Он более того отрез, то есть все опломбировал как надо. И у нас новая коробка уже под трехфазу, но пока что здесь 220. Но зато все уже защищено, и можно пользоваться электричеством, если что. Вот так. Сейчас встречаюсь с Захаром, с человеком, который делает тепловые насосы, если он успеет приехать, потому что едет слева берега и стоит в пробке. Сзади у нас уже ведутся обсуждения очень серьезные по поводу теплового насоса. Буду вам рассказывать чуть позже, о чем мы договорились и что мы будем ставить себе. Вот здесь накопительный бак, как бы говоря. Где стена будет? Стена внешняя здесь. Не, внешняя сюда. И где-то здесь. Окей. Значит, у нас потом еще идет просто после этого там. То есть у нас внешние стенки еще там есть. И внешние стенки у нас там еще есть место. Перед тем, как делаться все отмостки вокруг будут, да? Да. Вот. Можно сделать, забурить геополе. Вот. Под этой отмосткой, да? Просто люк выложить, ну, доступ к которому будет. Или можно его заложить даже тротуарной плиткой, если это будет. Потом, если не дай бог придется туда добираться, просто тротуарную плитку снять. Вот. Без ущерба для внешнего вида. Ну, или лучше все-таки какой-то люк сделать. Лучше лючок, конечно, оставить. Ну, туда показывает практика. Никто никогда не лазит. Это надо всегда сматывать. Собственно, вот котельня. То есть я думаю, что где-то мы просто вот здесь вот их бросаем. Далеко. Далеко. Я бы вот отсюда бурил как раз с уголочка. Вот. И растыкать их вот так. Типа под машины все? Да, да, да. Здесь же ничего вообще не будет. Ну, только пятак этого фундамента. Отлично пообщались. И теперь я уверен процентов на 90, что буду ставить тепловой насос, который будет экономить электроэнергию по отношению к обычному электрообогревателю. Минимум в 4 раза. То есть это самый-самый минимум. Может быть и в 6 раз. Зависит уже от энергоэффективности дома. Но он говорит, что по проекту где-то 5-6 раз у нас будет экономия. Это, конечно, хорошо. Учитывая, что нет ТЭНов. Нет особо обслуживания здесь. Да, я потрачу чуть-чуть денег на тепловой насос. Но вы должны понять мою психологию. Я планирую на дом потратить много, но за раз. То есть я, да, много трачу, много работаю, чтобы построить дом. Но потом уже, когда я в нем живу, я не хочу, чтобы это были, знаете, постоянные счета в десятки тысяч гривен. Чтобы я просто в какую-то кабалу себя погрузил, жиром в доме. Нет, я хочу сделать дорого. Но без мысли, ой, а зачем делать тепловой насос, я его никогда не отобью. Понимаете? Во-первых, отобью. Но так я думать не хочу. Я хочу сделать вложенные деньги, а потом не планирую отбивать. Я планирую в этом с комфортом жить. Я в этом совсем не разбираюсь. Но тепловой насос у нас будет в виде трубок, которые под 45 градусов в землю углубляются по участку. Но сходятся в одну точку в котельне. И туда закачивается фреон. И потом, короче, происходит магия. Друзья, я здесь рассказывать не буду. Возможно, когда мы будем устанавливать, буду рассказывать уже в отдельном видео. Эта технология немного отличается от традиционных тепловых насосов. И она не так распространена, потому что достаточно сложна в установке. Здесь все-таки холодильщики должны работать. Но при этом она надежнее. Потому что ее не надо так часто обслуживать. И у нее намного меньше вероятности, что где-то что-то пойдет не по сценарию. Такая система устанавливается и в Европе, и в Штатах. Но просто она не так сильно распространена из-за своей сложности. Она дешевле. Вот в чем прикол. Она сильно дешевле, чем обычные тепловые насосы. Приблизительно в два раза. И я планирую это себе ставить. Это очень хорошо. И горячая вода, и отопление. Все, будет у меня сильно дешевле. Прямо не верится. И даже не знаю, радоваться или грустить. Но сейчас я еду отдавать первые 5 тысяч долларов на строительство. Потому что заезжает строительная бригада. Привозят арматуру, вагончик. И в общем завтра начинают уже все копать. Тут создается движуха. Немаленькая. Приехало уже раз, два, три, четыре Саши и я. У меня прораб Саша. У меня главный рабочий Саша. У меня владелец компании, который будет строить Саша. У меня его помощник тоже Саша. Здесь, короче, трэш происходит. Саша, привет! Значит, смотрите, картина следующая. Это Саши окружили Захара. Там тоже Саша. И там где-то в конце дома 3 этих метра было. Нет, вот здесь вот 3,2. 3,2 и все. Там будет 2,8, что-то такое. Ну, что-то, что-то там уже полночек. Да, параллельно забору. Где ноль? Это у тебя уровень твоего пола в доме будет на середине забора. Это значит, что нужно будет где-то 60 сантиметров лить подпорную стеночку. По песку. Короче, нужно будет песок. Да. Отменишь им песок, мы заберем. Нашел песок здесь рядом в Осечине. Везем. Мне. Тебе. Короче, здесь уже движуха полным ходом идет. Договорились за песок, потому что ребята недалеко отсюда строят дом. Там выкапывают песок, сюда привезут. Я только за доставку заплачу. Так, смотришь, перепад участка вроде не прям большой. Ты его видишь, но он не очень большой. Но вот по этому забору, если посмотреть, ноль нашего дома вот здесь. Вот. То есть, почти вверху забора. То есть, смотрите, сейчас этот забор, он выше меня. Но, по сути, здесь у нас будет ноль дома. Ну, не прям вот здесь, но на этом уровне. А, соответственно, вот это все нам надо будет выравнивать. И вы скажете, ну да, выравнивать будем выравнивать. Но прикол в том, что вот здесь надо делать опалубку для того, чтобы весь этот грунт не уходил соседям на огород. То есть, здесь будет бетонироваться все и подниматься. Но Захар сегодня ночью сказал, будет считать, как это сделать минимальными усилиями. Потому что уже был вариант террасу сзади продлевать, чтобы не так сильно выравнивать. И тогда не так высоко опалубку надо будет делать. Но я все-таки хочу, наверное, чтобы там земля была. Значит, деньги мы уже взяли. Арматуру привезли намного меньше, чем обещали. Значит... Вагончик приехал и уехал. Вагончик приехал, уехал. Симку сейчас я выкину, Саш. Встретились я через пару лет. Просто я смотрю, вагончик заехал, а сейчас его нет. И как бы пацаны должны были уже ночевать. Я говорю, ну они у нас сегодня ночевают. Завтра приедут, ты не переживай, говоришь. Нет, на самом деле, вагончик приехал маленький. Пытались достать это по месту здесь. Ну ты стараешься. Они там будут только стоять. Получается, да. Привезем с другого места, подороже будет тебе по доставке. Я понял. То есть еще дороже и потом тоже уедешь? И тоже еще уедет, еще раз доставку. Завтра приедут все равно. Еще раз уйдем с доставки. Ну что, первая оплата прошла. Со всеми познакомился. Конечно, очень круто, что вот эта услуга есть. Нанимать рабочих по критерию. Имя. Саша. Чтоб ты потом ходил. Саш, Саш, здесь. И, короче, все все понимают. Всплыли некоторые моменты. Но без них как бы было невозможно. И, в принципе, посчитали плюс-минус, что эта вся опалубка будет в максимуме стоить. Это если мы прям по самому дорогому варианту возьмем от 20 до 40 тысяч. Ну, в зависимости от там некоторых нюансов, насколько мы захотим поднимать. Это дорого, но это стройка дома. И в любом случае участок выравнивать я хочу. Завтра уже будут начинать копать для фундамента. Будут арматуру устанавливать, эту опалубку там делать. И где-то через неделю будем лить уже бетон. Сегодня первый день того, как здесь что-то делается по-настоящему. Это вагончик, в котором живут строители. Это песок, который мы уже выкопали. Это, собственно, нам копают все. Это сани, это арматура, там еще песок. А это мой дом. Тут живет ляпота, короче, только в будущем. Уже готовятся заливать фундамент. И он глубоко. А это куча всего, что будет потом разравнивать здесь участок. И это не учитывая восьми камазов, которые вчера вывозили землю, ну, в песок. Быстро все происходит. И тут, гляди, пару недель будет уже и фундамент, и первый этаж строиться. Это наша берлога. Это то, про что мне говорили, что очень сильно удорожает проект. Но я все равно хочу эту штуку. Заехал на участок в очередной раз и смотрю, у меня там уже конструкции под заливку фундамента установлены. Сегодня 1 июня. У нас дожди не прекращаются. И здесь уже стоит фундамент нашей подвальной части. Это конкретно студия, где будем работать. А вот этот дом обведен по периметру. Вот так он идет геобразно. То есть здесь уже будет ленточный фундамент. В замечательный момент я приехал, потому что сейчас как раз заливается ленточная часть фундамента бетоном от Ковальской. И по сути уже можно видеть, как выглядит очертание дома. Ну, по крайней мере, пятно. И это действительно интересно, потому что я теперь понимаю, сколько он занимает места на участке. И вы знаете, здесь до хрена остается место. Потому что я переживал, что дом прям займет весь участок. Не, вы знаете, достаточно лаконично он сюда вписывается. Уже утеплили берлогу мою. Она, естественно, намного глубже. А вот это ленточный фундамент. Здесь будет котельня. Но весь дом еще как бы уходит вот сюда, геобразный. Но это уже просто навес. То есть вот отсюда начинается заезд в дом. Друзья, а теперь та информация, о которой я вам говорил. Не надо расценивать это как какую-то рекламную интеграцию и мотать это. Это действительно очень важно. И то, в чем лично я хочу поучаствовать. Поэтому я вам про это расскажу. Дело в том, что знаете, как происходит на YouTube? Чаще всего, когда есть какой-то проект, как у меня, с совершенно разными компаниями. И это очень круто, когда так происходит. И я благодарен каждой компании, которая приходит и в чем-то тебе помогает. Но это все бизнес. Они приходят, дают тебе какой-то продукт или платят за что-то. А ты взамен даешь им рекламу. Иногда это твое желание. Ну, к примеру, я действительно хотел найти какую-то строительную компанию, которая, возможно, сделала бы мне скидку на услуги. За счет того, что я про них бы сказал. И, как говорит Саша, я даже мог не говорить. Но как бы я это без задней мысли сказал. Ну, я удивлен, на самом деле, что ты сказал про компанию, про название компании. Потому что задачи прорекламироваться не было. И была немножко другая задача. Когда он мне написал, говорит, нам надо встретиться, надо пообщаться. Я здесь, ну, и показал проекты свои. Я посмотрел и говорю, да, давайте встречаться, общаться. Мы встретились, он сразу спросил, какой у тебя бюджет. В общем, мы очень круто с Захаром и Сашей совместно пообщались по бизнесовой части. И договорились на бюджет, который меня устраивает. Они фактически себе в ноль, без прибыли строят этот дом. Ну, естественно, за материалы я плачу. Я это сам, грубо говоря, покупаю. Но любая строительная компания зарабатывает. Иначе она бы не была компанией. И потом мы поехали в студию пить кофе и общаться же по поводу рекламных проявлений. Как я думал. А Саша мне, значит, заявил следующее. Говорит, мне реклама не нужна. Он говорит, что вообще мне понравилась эта фраза. Я себя нормально чухаю, как бы. Мы нормально себя... Да, и говорит, что реклама не нужна. Ну, и я такой, блин, думаю, сейчас или начнется какая-то фигня, или начнется какая-то фигня. Или я что-то не понимаю. Но в итоге Саша мне рассказал про интересную идею, которую я сначала воспринимал, не понимая о чем речь. То есть я типа слушал и думал, ну, не совсем догоняю. Но переварив ее несколько дней, я не просто понял. Я решился на это дело. И вам сейчас подробно расскажу. Дело в том, что от меня, по сути, и от вас, необходима, наверное, поддержка в реализации одного проекта. Проект это строительство детского дома. Я просто сразу хочу вам сказать, чтобы все, что вы сейчас слышите, не расценивали как какую-то махинацию, пирамиду и так далее. Я лично с этим живу уже месяц. И я прекрасно во всем разобрался и понимаю, о чем идет речь. Но сейчас вкратце мы расскажем, почему ты решил, ну, или вы решили чем-то подобным заняться. То есть наверняка каждый в декабре каждого года берет свою компанию, берет своих сотрудников. Ну и куда ехать? Конечно, нужно отвезти какие-то подарки, какие-нибудь сладости детям в детские дома. Потому что устроить детям Новый год. Также мы ездили, сначала ездили в государственные детские дома. Ну и что я там видел? То есть там, да, дети рады, приехали, как бы сидят, выхователи, да, как бы, и говорят, да, ну, что с этими детьми будет? В лучшем случае, там, если они, там, не сопьются, как бы, да, то есть, ну, так, на один на один. Потом мы нашли частный детский дом в Ануфриевке, Кировоградская область. Туда, конечно, ехать 5 часов по убитой дороге. Для того, чтобы выехать перед Новым годом, там, надо в 4 утра встать и в 12 часов ночи приехать. То есть это очень сложно. Мы приехали, мы видели, как там относятся к детям, как они их любят, как их воспитывают, как они прививают им христианские ценности детям, да, и как они, между собой, как большая семья, они там внутри у себя. Потом я их пригласил к себе в офис в Киев, старшеклассник, 11 класс, собрал ребят, говорю, ребят, говорю, а кем вы хотите быть? То есть вот мы там строительным бизнесом занимаемся, вот там у нас есть еще бизнесы, кем вы хотите быть? Ну, как бы, не буду говорить, наверное, они будут меня смотреть, то есть поназвали такие, ну, машинистом, да, условно, и только там две девочки, мы хотим кофейню. То есть мы же все понимаем, что они могут быть там бизнесменами, политиками, там, успешными людьми, там, как бы, айтишниками успешными, быть личностью, которая может развиваться. Но сложность в том, что доехать до Ануфриевки 5 часов, как бы, туда и 5 часов обратно, мы не можем даже волонтеров привлечь, как бы, для того, чтобы просто вот даже ты, например, да, поехал, рассказал, как, допустим, заниматься блогом, да, как бы, как быть, там, YouTube-блогером. Поэтому было решение построить, скажем так, я, там, еще единомышленники, еще наша команда, то есть это не я один, как бы, и жена очень сильно помогала мне, еще наша команда, скажем так, тоже влияла на эту всю ситуацию. То есть мы нашли участок в селе Матышин, это сейчас возле Добропарка по Житомирской трассе, 30 километров, нашли участок и решили, что мы будем строить там детский дом. Даже часть детей мы на тот момент, когда они уже, какие там будут возраст, мы заберем к себе, мы ту команду частично уже расформируем, мы сможем взять, мы уже с ними поговорили об этом. И сможем развивать уже здесь, и уже есть волонтеры, которые, там, будут английский преподавать, и уже вчера написали мне на Фейсбуке, я готов испанский преподавать, да, как бы, и ты уже говоришь, что готов, да, поехать, как бы, там, что рассказать. То есть, когда, там, условно говоря, два часа езды туда-обратно, типа, полчаса, да, там, часик там, полчаса, раз в месяц, и дети чувствуют совершенно по-другому, как бы, возможности, да, то есть, и они уже могут быть, именно, вот, личностью, которая, как бы, выходит, учится, то есть, мы здесь им будем помогать. Что я попросил Сашу? Нам нужно 300 попечителей по 1000 гривен в месяц. На протяжении двух лет мы строим дом, то есть, вы каждый месяц будете в группе состоять, вы будете видеть полностью отчет финансовый. По 1000 гривен, это для компаний, для людей, это мелочи вообще, на самом деле, то есть, это чашка кофе в день. За это мы строим, после этого мы, надо же, получается, еще и детей воспитывать, содержать, то есть, мы не рассчитываем на государственную помощь, мы рассчитываем на вот наших 300 попечителей. В 300 тысяч гривен мы сможем обеспечивать жизнедеятельность детского дома, там, до 40 детей, воспитывая их. И вот, на протяжении долгосрочного периода, 5, 10, 15 лет, вы являетесь нашим партнером, попечителем, мы, скажем так, любим вас, ценим, и, возможно, с Божьей помощью мы сможем открывать и в Одессе, в Днепропетровске, во Львове. Кстати, мне из Днепра написали, что давай по такой же модели построим детский дом и в Днепре. Но самая большая сложность в команде, которая это будет реализовывать. Я чуть от себя добавлю. Смотрите, во-первых, ну, насколько я понимаю, мы не хотим об этом говорить, но, тем не менее, это надо сказать. Вы не подписываете какой-то пожизненный договор. В любой момент любой человек может уйти. Наоборот, вот эта вот фишка мне нравится, что никто не ждет какого-то бизнесмена, который придет и скажет, я тебе дам, там, 50 тысяч гривен, к примеру, да, потому что, или буду платить по 50 тысяч гривен, потому что это большая сумма из вот этой вот части. И если он завтра перестанет платить, то, ну, дети останутся фактически без чего-то там, да, то есть придется, там, Саше, к примеру, докладывать из своих денег, потому что детей никто не оставит на произвол судьбы, если уже такую ответственность за них взяли. Вы должны понимать, что это огромная ответственность на самом деле. Во-вторых, надо понимать, что это не какая-то вещь, которая может изначально показаться вам аферой, потому что, ну, во-первых, есть я, который своей репутацией чуть-чуть отвечает, во-вторых, есть Саша, у которого вообще вся компания на виду, и, ну, по сути, они торгуют лицами прямо у себя на сайте. Произойди что-то неадекватное, ну, поймите, детский дом, который в сумме выйдет в 280 тысяч долларов, с даже объектами в 450 объектов, это несоизмеримые цифры. В-третьих, это находится недалеко от Киева, и лично я буду ездить и время от времени, маленькими вставочками показывать, на каком этапе что происходит, потому что уже вот-вот будет заливаться фундамент. Я так понимаю, что вы работаете с неплохой такой дизайнерской компанией, да? Нам разработали тоже на волонтерских условиях Гриневич Архитектура, да, то есть Дмитрий Гриневич выступил архитектором этого проекта. Проект достаточно интересный, я думаю, ты покажешь, да, картинку на сайте можно посмотреть. Мы договорились, что кроме подписателей, которые будут нашими партнерами на долгосрок, будут еще волонтеры, которые будут нам помогать, там, бесплатно в том же дизайне, бесплатно, может быть, в каких-то материалах, может быть, с большой скидкой, мы их тоже будем кладывать на сайт и максимально рекламируем для того, чтобы вы лучше будете заказывать у них эту услугу либо товар, да, нежели как бы передплащикам и другому, то есть потому что они делают, хотя бы, наше общее дело и помогают нам. Я, честно говоря, был немножечко удивлен, потому что ко мне никогда не приходили вот с такими предложениями, а особенно с фразой, ты знаешь, мы тебе сделаем в ноль, но нам как бы не нужна реклама. Это, опять же, это показывает, что людям важно не только свое благосостояние. Во-вторых, вы должны понимать, что, ну, все-таки у нас есть проблема в Украине с детскими домами. У меня жена лично очень много было время ездила по детским домам. Мы, опять же, определенная группа людей тоже занимаемся тем, чем, вот, говорит Саша, под Новый год, на Рождество развозим подарки. Я знаю, в каких условиях живут дети. Бывает. Это не самый лучший стой. Бывает, конечно, когда это частный детский дом, это лучше, но, к сожалению, большинство людей, которые выходят из детского дома, они имеют очень ограниченный круг возможностей того, куда они пойдут. Вся информация будет по ссылкам в описании и сайт детского дома, и контакты Саши. Обязательно переходите, общайтесь. Я думаю, что ты будешь отвечать на все вопросы, которые тебе будут давать. На все абсолютно. Я открытый. Пишите в Фейсбуке, в Телеграме. Пишите, я буду давать телефоны. Звоните, встречайтесь. Здесь Саша был дома у меня, знаком с моей женой, с ребенком. Я открытый, где я живу, что я живу. Вы поймете, что это действительно задача изменить ребенка, изменить личность, изменить подход, как такого детского дома. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы не было этой нужды, но пока она есть, и мы должны совместно это менять. Я думаю, вместе мы победим. Да, я очень надеюсь, что найдутся те люди, которым эта тема не безразлична. А к нам, тем временем, присоединился Захар. Саша уехал только что. Саш, спасибо тебе большое, было интересно. Захар приехал, как я вам показал. Еще приехало два молодых человека, которые будут мне помогать жить. Я не знаю, как описать. Как показать, как описать то, что вы... Экологично и комфортно. Да. Это Андрей, это Вика, его жена, и вы занимаетесь вкратце? Системой автономной канализации, торговая марка Зеленас Келлен. Занимаемся более 14 лет, очень много систем уже смонтировано. Так, 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 реклама пошла, реклама. Не должна быть одна реклама в видео. Нет, мы еще, когда к этому придем, будем рассказывать. Надо резать, резать нужно. Как я и говорил, многие пишут, ребята написали, говорят, давай мы тебе организуем все, что... Я не знаю, как это описывать правильно. Опять, да, я упираюсь. Автономная канализация. Да, автономную канализацию мы тебе сделаем. Я не хочу сливать все в песок, хотя это, естественно, дешевле всего. Это, наверное, проще всего. И как бы, хоть это и нельзя, но здесь можно было бы сделать, потому что здесь песок. И воды эти подземные очень глубоко. Ну, то есть, теоретически я мог бы забить на все. Но мы же на виду, мы делаем проект образцовый, и, соответственно, все должно быть правильно. Поэтому у нас будет нормальная канализация. Захар сказал, зеленый свет есть. Раз Захар говорит, то будем делать. Но к этому мы вернемся, думаю, где-то через полгода, да? Так и есть, это будет долгий проект. Во, почему? Я не думал их сейчас снимать. И потому что на первой встрече я никого не снимаю. Не знаю, получится, не получится, договоримся или нет. Но ребята приехали сюда из Черкасс ради просто вот этой встречи обсудить. На самом деле, спасибо вам большое, что изъявили... И не опоздали. И не опоздали, кстати. И не опробки. Удивительно, да. И еще удивительно то, что и Захар тоже из Черкасс. Да. Блин, ребята меня будут ненавидеть. Вообще, я это себе, походу, плохо сделал. Дайте лопату. Решил походить по фундаменту. По подушке, вернее. Интересно, что в этот момент мы не договорились. Еще и Анютка с детьми сюда приехали. Но я вкратце расскажу, что я здесь сейчас вижу. Ведь это первый раз, когда я увидел, по сути, по контуру уже дом. Вот это Захар, это баня, да? Баня. Вот здесь мы будем париться. Это не трогать, это только-только залили. А где велосипеды, покажи, стоять будут? А, ну это же у нас чисто еще фундамент. Это фундамент. Вход будет выше. Ну да. Подожди, а вот это она такая длинненькая, да? Не, она чуть... Кухня все-таки утоплена больше сюда. Относительно фундамента этого. То есть, грубо говоря, минус где-то 80 сантиметров у тебя вот это все помещение. Я понял. А баня типа вот до сюда, да? Да. То есть, вот стенка бани будет. А хватит для бани? Она будет больше, чем та, что ты видел и тебе еще понравилась. Ой, ты шо? Ну что, вы еще здесь? Кстати, если вы еще здесь, напишите. Я здесь. Я досмотрел это видео до конца. А вам от меня сразу же респект и лайкос. Я искренне надеюсь, что вам это видео понравилось. Возможно, кому-то будет полезным. И очень надеюсь, что для меня будут полезны ваши комментарии. Потому что, возможно, кто-то что-то предложит. Кто-то какой-то совет даст. Поверьте, мы очень много различных партнерств и идей взяли из ваших комментариев и писем. За это вам огромное спасибо. Отдельно хочу выразить благодарность всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Потому что это действительно хорошая поддержка. И моральная, и материальная. Ну и в самом конце. Если вы хотите стать попечителем в постройке и содержании детского дома, что является очень классной идеей. Если вас что-то екнуло, обязательно переходите по ссылкам в описании. И ознакомьтесь с информацией. Всем до следующего видео с постройкой. Я надеюсь, я не поседею. Я буду жить и буду жить в этом доме. Всем пока.